В прямом эфире вы увидите на канале Виаса Аспорт 27 октября. Не забудьте обязательно включить свои телевизионные приемки. Через месяц вы увидите на канале Виаса Аспорт еще одного известного российского супертяжа. Нам представляют судей этого боя. Сегодня удары будут подсчитывать рефери из Голландии, Бельгии и Великобритании. Пока бой не начался, а главный рефери на ринге сегодня британец Пол Томас. Я вам пронизирую слова Александра Зимина о боя Николая Валуева с Чигаевым. Какие ошибки допустил Валуев в апреле этого года? Николай неправильно построил бой тактически. Он не использовал свои рычаги. Все время пропускал удары во время контратакки Чигаева. То есть Валуев атаковал не быстро, вяло. И Чигаев успевал сделать условие подправо и контратаковать левый сбоку. Коля ведь все время пропускал именно левый боковой. Раз за разом. Не было правильной корректировки действий из его угла. Ну отойди ты в сторону. Ну развернись. Зачем ты стоишь вплотную к нему? Для маленького это очень удобно. Вот что я сказал бы, если был бы в него угол. Дать бокам соперников. Поставить ботину левую, путь и через тебя к нему и попробовать подойти. Итак, представление боксеров этого боя. Николай Валуев. 34 года. Боксер из Санкт-Петербурга, который начинает новую жизнь. Здесь, в немецком Ольденбурге, волей Вилфрида Зауэрландо. Именно здесь он проводит свой поединок за титул чемпиона мира супер-тяжелой категории по версии НАБА против этого канадца Жанна Фронта Берджерона. 104 килограмма вес, 1,96 метра, рост и такой уж маленький Берджерон. Дебют на профринке 1998 год. 27 боев, 27 побед, 19 из них нокаутов. Справедливости ради, обращая внимание на послужной список Жанна Фронта Берджерона. И тех, кого он обыграл, кого он победил, я не нахожу боксеров супер-класса. Да, это были все опытные, довольно-таки крепкие бойцы, но против известнейших супер-тяжеловесов Берджерон не боксировал. Скажу больше, сегодня Берджерон сдает экзамен. Никогда он еще не боксировал против боксеров такого класса, как Николай Валуев, чтобы не говорили злопыхатели о 34-летнем Питерце. Итак, формат этого поединка, так как бой титульный, разумеется, 12 раундов. Ну, на ваших экранах Николай Валуев слева, боксирует в трусах. Синя-бело-красных цветов, цветов российского флага. Берджерон сегодня боксирует в красных трусах. Берджерон против Валуева, это вам уже не шуточки. Сегодня на кон поставлено очень многое, и прежде всего для Николая Валуева. Действительно, всего лишь одна осечка, и Валуев потерял титул чемпиона мира по версии WBA. Ну что ж, посмотрим, как изменился Валуев. Стал ли он действительно более подвижным, более легким. Сразу обращаю внимание на то, что Валуев вышел на рим без наколенников. Это говорит о том, что он разгрузил свои ноги. И плечи у него, по словам Зимина, перестали быть похожими на коромысла. Плечи расслаблены, и он может уже наносить удары более сильные, более весомые и, будем надеяться, более точные. Первый раунд. Разведка будет или нет? Или уже с первых минут Валуев приступит к активным действиям? Я думаю, что навряд ли все-таки важность этого поединка трудно переоценить. Не только левый должен работать Валуев, как мы привыкли видеть это в предыдущих боях с участием питерца, когда он потрясал и сотрясал своих соперников своими фирменными джебами, все-таки с Чигаевым такая манера боя не принесла успеха. Сейчас совсем другая история, совсем другой соперник, совсем другие ставки. Валуев должен постепенно подбираться вновь к титульному поединку, поединку за звание чемпиона мира по одной из самых престижных версий профессионального бокса WBA. Первая ступенька к этому восхождению – это бой с канадцем Жаном Франсуа Боржероном. Последний раз Боржерон боксировал в этом году в июне месяце у себя дома в Монреале, в Белл-центре на домашней арене хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс», когда он выиграл в 10-раундовом бою у Роберта Хоукинса. Ну а что касается Николая Валуева, все мы прекрасно помним последний его поединок в апреле этого года в Штургарте против Руслана Чигаева. И то, как он завершился, разумеется, не в пользу Валуева. Ну что ж, пока что Валуев, скажем так, гоняет канадца. Бой протекает в такой осторожной манере. Но сейчас вот неплохо, неплохо Валуев применил свою правую. Левша Боржерон, напоминаю еще раз. Неудобно боксировать против левши. Но я думаю, что Александр Зимин, наставник, новый наставник Николая Валуева, очень известный тренер, который воспитал чемпионов мира Юрия Арбачакова и Арзубека Назарова. Я думаю, что имена этих спортсменов для любителей бокса не пустой звук. Так вот, я думаю, что Александр Зимин знал и прекрасно представлял себе, с кем сегодня придется биться Николая Валуева. И, разумеется, разработал свою оригинальную тактику ведения этого поединка. Вынес все нужные коррективы для того, чтобы сегодня Николай Валуев не проиграл. А если выиграл, то в красивом, блестящем стиле. Итак, первый раунд подходит к концу. Николай Валуев пытается подобраться своей прямой левой, подкрадывается к Боржерону. Боржерон пока что отступает, но Валуев так выцеливает, пытается вновь задействовать свою правую. Пока что эти удары боковые правые у него не проходят. Но мы видим, что двигается Валуев по-другому. Это однозначно. А сейчас послушаем, что говорит Александр Зимировал у него. С ударом. С ударом. Он хочет, видишь, на контратаке тебе встретить. Понимаешь? Бросился, ты увидел. Поэтому идешь с ударом. Когда у Канатова поджимают двумя ударами. Раз, два. Выбрасывай. Сейчас хорошо это идет. Воды давай, воды. Открой руку. Еще чуть-чуть. Смочите. Все. На. Все хорошо. Двигайся. Контролируй все действия. Не давай. И на дистанции контролируй. У Канатова поджимай. Вперед. Ну, я думаю, что вы согласитесь со мной, уважаемые любители спорта, уважаемые телезрители, что когда идет перерыв, лучше мне помолчать, чтобы вы все сами прекрасно услышали, какие наставления, какие замечания делает Александр Азимин. Таким образом, картинка боя для нас будет более четкой, более ясной, более понятной, что ли. Но Валуев двигается по-другому. Это мы видим уже. Более подвижный Валуев. Честно говоря, такая вот ситуация для меня очень непривычная. Я думаю, что и для вас, уважаемые телезрители, идти вперед нужно только с ударом. Других вариантов нет. Если прижимать канатом, то он наносит двоечку, не меньше. Что Валуев сейчас и пытается сделать. Главное не нарваться на встречный удар для Николая. Николай звучит с трибун, скандируют болельщики. В Германии Валуев, даже несмотря на поражение от Чигаева апреля этого года в Штутгарте, остается очень популярной личностью. Совсем недавно Валуев принял участие в фотосессии одного известного немецкого фотографа, который снимал самых популярных людей в Германии. И вы представляете, что для антуража этот фотограф, я сейчас не помню его фамилию, для Валуева выбрал кролика. Вы представляете, гиганта Валуева, в руках которого маленький хрупкий белый кролик. Ну, отличная находка фотографа. Я думаю, что любопытно было бы посмотреть всем эти снимки. Где-то наверняка они опубликованы. Но сегодня о всех этих фотосессиях, о всем том, что не касается бокса, сегодня нужно забыть. Сегодня все внимание к Николаю Валуеву и к его новому возвращению, который Валуев начинает новую жизнь. Посмотрим, как сложится для Валуева новая жизнь. Валуев поменял все в своей жизни после поражения от Чигаева. Все, кроме своей жены, своей семьи, разумеется. Но я думаю, что в поражениях у Валуева остается очень много поклонников. Ну, разумеется, как и недоброжелателей. Все понятно. Так идет последним до второго раунда. Пока что, мне кажется, Валуев действует правильно. Во всяком случае, те слова, которые говорил ему Александр Зимин, они были вполне оправданными. Ну, главное, Валуеву не пропускать, не пускать к себе на ближнюю дистанцию Боржерона. Не сказать, что Боржерон – это нокаутер, панчер. Но, тем не менее, 27 побед. И нокаутами он одержал 19 побед. Цифра, согласитесь, внушительная. А вот пропустил Николай. Пропустил удар левой от Боржерона. Довольно-таки чувствительный удар. Пропустил Валуев в концовке второго раунда. На повторе наверняка мы увидим этот эпизод еще раз. Нужно быть повнимательнее Николаю. Все-таки с Боржероном нужно держать ухо в остров. Итак, второй раунд завершен. Это Вилфрид Зауэрланд. Хозяин сегодняшнего вечера. Устроитель этого праздника профессионального бокса. И правый кидай в грудь. Левый, и правый брасль. И вещи правые иногда, понимаешь? Не залезай на него. Я, вы видите, правый. Я вот на правый, он раз, сделал... Ты выброси, выброси, и потом правый просто выброси. Я далеко выбрасываю. Далеко, да. А потом повторяй сразу. Левый, левый, повторяй. Левый, повторяй. Ничего страшного, все нормально, Колин. Только поосторожней. Так не лезь в открытую. Что ты идешь без удара? Без удара нельзя подходить. Все время удар впереди. Ты гонял его, а тут расслабился. Не расслабляйся. Он сейчас будет опять выпады делать. Ты смотри, а то... Да, мы все слышали с вами, уважаемые телезрители. Увидели еще раз на повторе тот удар левый, который пропустил Николай Валуев в концовке второго раунда. Неприятно, чувствительный удар. Но я думаю, что Валуев исправится. Валуев исправится. Нельзя ему уйти вперед без ударов. Нельзя ни на секунду расслабляться. Чтобы не говорили о Жанне Франсуа Боржероне, тем не менее, ни разу этот канадец на профессиональном ринге не проигрывал. А Валуев идет вперед. Слишком далеко он выбрасывал правую руку в первых двух раундах. Не доставал Боржерона. Здесь нужно действовать повнимательнее Валуеву. Иначе не избежать беды. Да, перед этим боем Валуев не рассматривал никакие другие варианты, как только победа. Это вполне понятно, вполне объяснимо. Но все-таки соперник достоин уважения. Канадец, парень не промах, не из робкого десятка. Он пошел в Боржерон и наткнулся на встречный удар Валуева. Публика моментально реагирует на все происходящее в квадрате ринга. Аплодисментами встречает точные удары 34-летнего уроженца Санкт-Петербурга. Питерский Берликан, Сверис Востока, Человек Гора, Николай Питерский. Каких только прозвищ не допридумывали журналисты Николая Валуеву. Но наступил тот момент, когда был развенчан миф этого гиганта из России. И развенчал его малыш Руслан Чигаев. Человек, который сам в боксе съел не один пуд соли. И эта победа, хотя и была в некотором роде неожиданной, но не стала уж слишком большой сенсацией. Теперь Чигаеву принадлежит один из титулов чемпиона мира супер-тяжелого всего категории по одной из версий. В данном случае по версии WBA. А Валуев идет вперед. Без ударов. Валуеву вперед идти нельзя. Вот сейчас мы видели, что еще один удар левый в исполнении Боржерона достиг цели. Для Боржерона это также большое испытание. Это очень серьезный экзамен. Что тут говорить на карту? Поставлено все. Если уж не вся карьера, то авторитет, престиж. Ну, на эту тему можно говорить очень долго. Все решается здесь, в ринге немецкого города Ольденбург. Хорошую двоечку провел Валуев. Но, правда, Боржерон не остался в долгу. Последние секунды третьего раунда. Пока что в равной борьбе протекает этот поединок. Трудно отдать кому-то предпочтение. Боржерон очень грамотно действует. Вот он бросается вновь вперед. И вновь левый пропускает. Что-то не в порядке у Валуева. Вот с психологией, доля с реакцией. Не успевает он среагировать вот на эти резкие выпады левой Жан-Франсуа Боржерона. Ну что ж, послушаем очередные наставления из уст Александра Зимина. Пока что нам показывают красный угол. Угол, в котором находится канадец Жан-Франсуа Боржерон и его тренерский штаб. Видим его молодого наставника. Он тренирует Боржерона Пьер Бушар. На варшем экрана, по сути, сейчас справа. И если ты идешь, если ты идешь, ты не перестанешь двигаться, то он будет ломаться на droite. Так что ты знаешь, что если ты идешь, то он будет ломаться на droite. Разумеется, его родной язык французский. Бой job, бой job. Вы все прекрасно сами слышите, уважаемые телезрители, уважаемые любители бокса. И вы просто будешь быть более активным и его ломаться на тагушь, окей? И в несколько секунд начнется четвертый раунд. А мы еще раз смотрим самые яркие моменты третьего раунда. Вот здесь был такой открытый довольно-таки бокс. Обмен ударами, в котором досталось и Валуеву, и Боржерону. Итак, четвертый раунд Николая Валуев против Жанна Франсуа Боржерона. Я думаю, что самое интересное нас ожидает впереди. Развязка этого поединка уже не за горами, уважаемые любители бокса. Не забывайте, что вы наблюдаете за этим поединком благодаря прямой трансляции из-за немецкого Ольденбурга, которая подготовлена каналом Виасад Спорт. На канале Виасад Спорт 27 октября вы увидите еще один бой с участием российского супертяжеловеса. Когда на ринг выйдет Александр Поветкин, и соперником его будет американец Крис Бёрд. Не забудьте, 27 октября на канале Виасад Спорт Поветкин против Бёрда. То еще зрелище. Валуев выцеливает, высматривает, любую возможность нанести свой удар. Пока что он так изредка тревожит своего соперника прямой левой. Тех фирменных джебов мы уже не видим. Зато мы видим, что тактика поменялась совершенно коренным образом у Николая Валуева. Пока трудно говорить, в лучшую ли сторону, но по-другому совершенно боксирует Николай Валуев. Это видим мы четко. Но здесь, я думаю, не стоит Валуеву ввязываться в ближний бой с Боржероном. Никакой выгоды он не извлечет из этой ситуации. Понятное дело, что Валуеву лучше боксировать на дистанции. В ближнем бою Чигаев чувствовал себя как рыба в воде. И мы все прекрасно знаем, чему все это в конце концов привело. А вот хорошее правое получилось у Николая Валуева. Серьезно потревожил он голову Боржерона. Но с Боржероном все в порядке. Так просто Боржерона не сломаешь. Пусть он побегает. Доносится крик из угла Николая Валуева. Мы узнаем голос Александра Зимина. Не боится Боржерона Валуева. Это видно по взгляду канадца. В его глазах не ярость, разумеется, но уверенность в своих силах чувствуется. Впрочем, и у Николая Валуева уверенности прибавилось. Главное, чтобы эта уверенность не переросла в самоуверенность. Иначе можно поплатиться. Как мне кажется, еще одного поражения Валуеву уже не простят. И все эти усилия, которые затратил Валуев после поражения от Руслана Чигаева, окажутся бесполезными. Чего бы, честно говоря, не хотелось. Врейк звучит команда. И последние секунды четвертого раунда. Поединка между Николаем Валуевым и Жаном Фруссуа Боржероном. Сейчас прозвучит гонг. Так оно и есть. Звучит гонг. Артур Абрахам слева на ваших экранах. Разумеется, он армянский боксер, чемпион мира в среднем весе. Не мог пропустить такую возможность. А лично оказаться здесь, в Ольденбурге, и поболеть за Николая Валуева. Не часто, но взрывайся, на взрыве поработать. Справа, в грудь, и сердце в голову. Вот так, справа в грудь, и левый сбоку. Или правый сбоку у тебя хорошо получается. Только косой ниже его бей. На ухо бей. Хорошо? Ну да. Давай, водичка. Все, соберись, Коля. Все, думай головой. Все, умница, думай. Он боится, ты его сейчас припирай, не можешь. Подпирай. Только на месте. За ним не бегай. Ну, иногда вырывайся и бей его, когда он неудобный. Особенно у каната. Да, пятый раунд, полностью присоединяясь к словам Александра Зимина, думай головой. Действительно, заблуждаются те, кто думает, что в боксе нужно работать только руками. Главное, надо работать головой. Впрочем, это не только в боксе, в других видах спорта, да в любой роде деятельности. Головой нужно думать, шевелить мозгами. Я думаю, что Николай Валуев до него наконец-то дошло, что от него требует Александр Зимин. Неплохо у него получаются боковые правые, у Валуева имея в виду. Но главное, взрываться нужно почаще Николая Валуеву. И главное, не пропускать вот таких ударов. Да, ну что ж, Коля, не подведи своих болельщиков, своих поклонников. Ты должен вновь выйти на свою привычную орбиту. Для этого тебе нужно сегодня побеждать Жанна Франсуа Боржерона. Других вариантов просто нет. Если Валуев действительно хочет вернуть себе титул чемпиона мира по одной из версий партнерного бокса в супертяжелой весовой категории. Вот танцует вокруг Валуева Боржерон. Чего-то ждет. Правая хорошо получается. Правая у Валуева. То, о чем и говорил Александр Зимин. Бей своей косой чуть ниже в район уха. Выцеливает Николай Валуев. Ждет удобного момента. Вновь неплохая атака в исполнении Николая Валуева. Сейчас пойдет последняя минута пятого раунда. Что ж, я думаю, что этот бой вас, уважаемые любители бокса, не разочаровывает ни в коем случае. Мы видим совершенно другого Николая Валуева. Правда, ему все-таки нужно немножко прибавить для того, чтобы выглядеть более убедительным, что ли. Мы видим его потенциал, его мощь. Но хотелось бы такого, такой завершенности, что ли, увидеть в его атаках. Для этого нужно Валуеву просто один раз хорошо попасть. Вот вновь правого бокового достигает цели. Боржерон раскрывается. Боржерон пижонит немножко, разумеется, как бы приглашая в атаку Валуева. Но главное Валуеву, если идти вперед, то главное с ударом идти. Без ударов идти вперед ни в коем случае нельзя. Впрочем, я повторяю слова Александра Зимина. Вот хорошо, хорошо поработал здесь в центре ринга Николай Валуев. Левый, правый, левый. Ну, такую троечку заказывает Зимин своему подопечному. Промахивается в этом эпизоде Валуев. Успевает уходить от ударов, мощнейших ударов Валуева Боржерон. Последние секунды пятого раунда. Напомню, что формат этого боя 12 раундов по 3 минуты. Итак, пятый раунд завершен. Каждый из боксеров уходит в свой угол. Валуев в синий, Боржерон в красный. Еще раз напомню, что победитель этого боя завоюет цикл Чипанамира. В супертяжелом своего категории по версии Североамериканской боксерской ассоциации по версии НАБА. Да, вот здесь, конечно же, Боржерон нарвался на удар правой Валуева. Правда, и Валуев тоже нет-нет, да и пропускает удары от Боржерона. Кстати, да, мы сейчас видим еще раз, что нырнул вправо Боржерон и выбросил левую руку. Удар получил довольно-таки точным. Валуев сбросил килограммов 10 и чувствуется, что... Не спеши, все впереди, все впереди. Более легким стал Валуев. Грамотно работай, руки наверху, наверху. И не иди во фронт, иди все время сбоку, сбоку. Как он в эту сторону идет, тут правый боковой, хорошо, на капу. Да, чуть было капу, не забыл Николай Валуев. И правильное замечание делает Дзимин своему подопечному. Не иди прямо на Боржерона, а иди несколько сбоку, с флангов. Заставляет двигаться Боржерона. С этим не поспоришь. Итак, шестой раунд поединка Николая Валуев против Жана Франсуа Боржерона. Здесь на ринге немецкого Ольденбурга. Главный бой в рамках вечера профессионального бокса, который организовала компания Zauerland. Эван, здесь в зале присутствует в первых рядах и Вилферд Зauerland, и Артур Абрахам. Приехал специально для этого в Ольденбург, чтобы поболеть за Николая Валуева. Да и полный зал болельщиков, полный зал народа, которые пришли поболеть, я думаю, скорее всего, за Валуева, чтобы увидеть нового Николая, который полностью изменил свою жизнь после обидного поражения от Руслана Чигаева в апреле этого года в Тугроте, в результате которого он потерял титул чемпиона мира по версии WBA. Ну, картинка остается прежней. Николай Валуев в центре ринга, а Боржерон продолжает свой танец вокруг питерского великана. Пытается прижать канатом Валуев своего соперника. Иногда это у него получается, и получается весьма неплохо. Но, тем не менее, до таких разячих ударов пока что дело не доходит. Слышим реакцию публики, потому что публику не обманешь. Публика требует от боксеров более активных действий. И я думаю, что в основном этот свист относится к Николаю Валуеву, который все-таки должен действовать поактивнее. Как мне кажется, впрочем, как и той публике, которая собралась здесь, на арене Эда, арена в Ольденбурге. Если ничего не было, Боржерон вовремя смекнул и нырнул под мышку Валуеву, чтобы избежать удара справа. Вновь канатом загоняет Боржерона Валуев, но не использует эту позицию. Не использует. Боржерон уходит из-под прицела Валуева. И сам идет вперед канадец. Напомню, что и Боржерону, и Валуеву по 34 года. За плечами Боржерона на профессиональном ринге 27 боев. 27 побед, 19 с них нокаутами. Валуев провел 47 боев. Простите. Одержал 46 побед и потерпел всего лишь одно поражение. Хороший право-боковой у Валуева получается в очередной раз. Вновь он потрясает голову Боржерона. Ну и Боржерон отвечает той же монетой. Не боится Валуева. Идет вперед. Опасное движение головой. Отмечает рефери, делая замечание Боржерону. Последняя секунда шестого раунда. Итак, половина боя позади. Шестой раунд завершился. Раунд, который все-таки протекал в равной борьбе. Пока что трудно кому-то отдать предпочтение. Толя, ударов сейчас побольше. Сейчас какой раунд? Седьмой? Чуть-чуть ударов побольше. Так, посвободнее. Не старайся. Ты закопрещенный старайся ударить. Посвободнее руки бросай. Выбрасывай руки просто. Ты старайся жестко ударить. Выбрасывай. Раз, два, три. Раз, два, три. Выбрасывай. Побросай руки. Побей снизу по туловищу. Побей. Побей комбинации. Чуть-чуть подумай. Все пойдет, Толя. Выбрасывай руки. Он идет, снизу пробей. Сбоку пробей. Еще водички. Рык-фай, ровно, си-вен. Раунд сэм. Итак, все готово и все готовы к продолжению этого боя. Раунд номер семь. Действительно, вновь возвращаясь к словам Зимина, не хватает немножко разнообразия в атакующих действиях Николая Валуева. Надо ему победить снизу. Аперкотики применить и боковые. В общем, нужно поразнообразнее действовать в этом бою Николая Валуева. С этим не поспоришь. Правый боковой выбросил Николай Валуев. Ну, неплохо бы и левую задействует, конечно же, Валуеву. Посмотрим. Седьмой раунд. Пора, пора уже более активно действовать Валуеву. На что неоднократно обращал внимание его наставник Александр Зимин. Ударов надо побольше наносить. Брежурон пока что в основном защищается, прижимается к канатам, но, тем не менее, уходит из-под обстрела Валуева. И сам не прочь укусить питерского боксера. Такая выжидательная тактика со стороны Валуева. Ждет, он ждет. Видимо, ищет подходящего момента, чтобы нанести тот самый роковой удар. Когда это произойдет, трудно предположить. Идет уже седьмой раунд. Так что Брежурон держится и держится молодцом, я бы так сказал. Именно Валуев работает первым номером. Он ведет этот бой. Постоянно движется навстречу противнику. Не отступает. Как правило, идет вперед с ударом. Неплохая двоечка в исполнении Валуева. Нарвался навстречу удар Брежурон. Так, серьезно потряс голову Брежурона Валуев. Да, надо подвигаться, подвигаться Валуеву. Он стал более легким, более подвижным. С этим трудно не согласиться. Надо использовать свои козыри. Почему Валуев медлит, пока что не пойму. Заканчивается седьмой раунд этого боя. Надо поработать, Коля. Поработать надо Валуеву. Силы же есть. Почему не использовать их? Засрочная победа. Кто бы был бы против? А Брежурон постепенно устает. Это видно уже по лицу канадца. Но не опускает руки Брежурон. Не опускает опытный боец. И вот левая Брежурона вновь достигает цели. Левая от Брежурона Валуев пропускает раз за разом. Пусть не часто, но тем не менее метко бьет с левой Брежурон. Видимо нашел он уязвимое место у Валуева. Последние секунды седьмого раунда. И так звучит гонг. Вновь боксеры расходятся по своим углам. И вновь мы будем наблюдать за тем, как Александр Зимин заставляет своего подопечного на путь истинный. У нас показывают тренера Брежурона Пьера-Бушара. В лагере канадца царит спокойствие. Ты можешь вовремя, но не пытайся вовремя. Пьера-Бушара, каждый взгляд. Жан-Пьера Брежурона, Жан-Франсуа Брежурона. Итак, восьмой раунд. Восьмой раунд начинается. Николай Валуев против Жан-Франсуа Брежурона. Боксера в центре ринга. Что ж, посмотрим, что сейчас предпримет Николай Валуев. Пока что мы не видим того града ударов, которым призывал Александр Зимин, своего подопечного. Поля не то что ленится, но пока что не до конца выполняет все установки своего опытного наставника. Вот сейчас он прижал канатом Брежурона и провел неплохую атаку. Оба удара вот этой комбинации, двоечки, пришлись в цель. Правда? Брежурон в полном порядке. Нисколько не смутился. И продолжает в том же духе. Валуев подбирает ключики, подбирает ключики к замку Брежурона. Главное, чтобы в этой связке ключе оказался тот самый единственный, который и откроет эту калитку. Валуев должен в такой ситуации действовать поактивнее. Левый боковой, левый хук Валуева достигает цели. Тут же моментально Валуев отходит назад. Да, двигается Валуев по-другому. Стал более легким, более подвижным. Успевает и вперед бросится с ударом, и отойти назад. А вот здесь снова пропускает левую. Удар левый у Брежурона постоянно проходит. Какая-то беда с Валуевым и с левой Брежурона. Но надо как-то реагировать вот на эти удары. Канадца. В конце-то концов. Вообще-то подловить Брежурона Валуев, но пока что не получается. Чуть больше минут остается до окончания восьмого раунда. Да, уважаемые люди спорта, уважаемые поклонники бокса, пока что трудно отдать кому-то предпочтение. Я думаю, что и в судейских записках наблюдается примерно равенство. Право-боковое Валуева был мощным. И Брежурон всем своим видом показывает, что ничуть не смущен. Все в порядке. Но Николай вновь готовит, очень долго готовит свою атаку. Но тут первым номером вдруг заработал Брежурон. Видимо, ему надоело ждать, когда уже там Валуев разродится и сам идет вперед канадец, нисколько не боясь своего грозного и высокорослого соперника. Да, со всех углов ринга слышатся подсказки. На французском это подсказывают Брежурону, на русском это подсказывают Валуеву. Последние секунды восьмого раунда. Но какой-то активности, вспышки активности мы не наблюдаем. А вот здесь Валуев не пропустил. Там операторы показывают известных немецких бойцов. Таких известных, как Валуев, разумеется. Но тем не менее. Сейчас послушаем. Дыши, 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 дыши. После восьмого раунда Валуеву. Сейчас все нормально. Последний раунд. Ты должен его сейчас затоптать у канатом. Не надо часто бить. Когда он к канатам подходит, вот здесь пробивай его. В центре ринга отошел. У канатов бей правый. Два-три удара. Один не бей. Он после одного тебя достает. Давай, Валич. Еще раз. Левый, правый, левый. Раз-два. Пробегай иногда. Когда он у каната. Вот бегай и бей. Два-три удара. И сам руки только сверху все работает. Руки не опускай. Итак, девятый раунд. Девятый раунд боя Николая Валуева с Жаном Франсуа Боржероном. Да, Валуев пропускает удары. Особенно вот левая. Постоянно беспокоит Валуева левая Боржерона. Клэй Валуеву прибавит бы в концентрации немножко. А то просит он Зимина повторить еще раз. Видимо, с первого раза. Мне все точно удается понять Валуеву. Что от него требует наставник. Новый тренер, напомню, у Валуева Александр Зимин. Который вспоминил в тренингском штабе Манвелла Габриэляна. Надо все-таки Валуеву прибавить, немножко прибавить, чтобы по окончании этого поединка не возникало никаких лишних вопросов. Правильно ли победил Валуев, правоверна ли его победа, заслужена ли, ну и так далее и в том же духе. Когда Боржерон находится прижатым у канатов, нужно Валуеву, конечно, поактивнее работать и правой, и левой. Валуеву. Разумеется, когда идешь вперед, ну не нужно пропускать такие удары. Грош цена таким. А выпадом вперед, если ты пропускаешь эти удары. К чему все это? Да к тому же, уже надоело смотреть, как Валуев пропускает эти левые боковые от Боржерона. А вот сейчас попал Валуев. Хорошо попал. Надо в том же духе продолжать Николаю Валуеву, тогда все втянет на свои места. Вновь мы все пребываем в ожидании, что же сейчас предпримет Николай Валуев. Все-таки от него зависит в основном, как протекает этот бой. Валуев работает первым номером. Он сдает и темп, и ритм этого поединка. Неплохо двигается Валуев, но, как мне кажется, вот какой-то акцентированности его ударом в атаку не достает это однозначно. Прижимая канатом, здесь нужно Валуева активизироваться. Но почему-то он позволяет Боржерону уйти из этой неудобной позиции. Последний минут девятого раунда. Напомню, что формат этого боя 12 раундов. И не исключено, что мы станем свидетелями всех 12 раундов. В этом случае к этому все идет. Существует команда брейк. Не так часто она сегодня звучит, но, тем не менее. Нет-нет, до боксера исходится в клинче. Он вновь Валуев идет вперед. Но надо решать Валуеву. Нужно решать эту ситуацию. Не надо останавливаться. И не опускать руки, это главное. Руки ни в коем случае нельзя опускать, чтобы не пропускать вот таких вот ударов. Ну, а здесь много замечаний Абаржерону, который слишком низко опускает голову, делает опасные движения головой. Девятый раунд завершен. Девятый раунд завершен. По-прежнему кому-то из боксеров отдать предпочтение очень и очень сложно. Нет такого решающего преимущества у Валуева. Нет его у Боржерона и подавно. Но, тем не менее, что есть, то есть. Вот здесь правый боковой у Валуева проходит. Надо бы Валуеву в этом эпизоде прибавить немножко. Продолжит серию ударов. Но он почему-то отходит назад на середину ринга. И этим все ограничивается. А зря. Еще три раунда. Еще три раунда. И мы узнаем победителя в этом бою. А в заключительной схватке в рамках вечера профессионального бокса на ринге немецкого Ольденбурга. За которым вы наблюдаете благодаря каналу «Виасад Спорт». И не забывайте, что 27 октября мы с вами, уважаемые зрители спорта, встречаемся в следующий раз, когда будем наблюдать за поединком другого российского супертяжеловеса, который подает большие надежды за олимпийским чемпионом Александром Поветкиным, который в конце октября, через месяц, будет встречаться с американцем Крисом Бердом. Не пропустите на канале «Виасад Спорт» по веткам против Берда. А пока все наше внимание Николая Валуеву, который пытается, пытается добиться решающего преимущества в поединке с Боржероном и склонить чашу весов в свою пользу. Но неужели все самые свои главные козыри Валуев приберет на последние раунды? Я думаю, что если так, то Валуев здесь не совсем прав. Вроде бы сил у Николая хватает. Надо же использовать все свои качества. Прижимает канатом Валуеву Боржерона, применяет апперкоты, удар снизу. Но вот еще одна неплохая серия. Удары по корпусу пошли. Валуев должен разнообразить свою технику, свою тактику. Применяет различные удары. Вот так надо боксировать Валуеву и в оставшемся раундах. Тогда все будет в порядке. Боржерон тоже идет вперед. Нисколько не боится Валуева. Хотя последний и отмахивается от Боржерона, как от назойливой мухи. Но, тем не менее, Боржерон вполне достойный противник для такого Николая Валуева. Да, Валуев был прав. Мы видим совсем другого боксера, нежели мы видели в начале этого года в Тутгарте. Но, как мне кажется, он только в начале своей новой жизни вместе с новым тренером Александром Зиминюн. Я думаю, что Валуев должен побеждать такого соперника, как Боржерон, если он по-настоящему хочет вернуться в элиту мирового профессионального бокса и вернуть себе титул чемпиона мира по одной из версий профессионального бокса. Для этого нужно, конечно, побеждать Боржерона. Духмени здесь быть не может. Последние секунды 10-го раунда. А Валуеву нужно подвигаться, поработать на более высокой скорости и, разумеется, поактивнее действовать в атаке. Вот такие левые джебы проходят у Валуева. А Боржерон бросается навстречу. Нет, эта атака не несла никакой угрозы для Валуева. 10 последних секунд в 10-м раунде. Ну, чья будет концовка? Да, Валуев пошел вперед. Вновь выкидывает вперед левую прямую. Джеб Валуева в действии. И звучит гонг. 10-й раунд завершен. Еще два раунда, еще два раунда. Это интересный шоу поединка. Да, темп несколько спал. Борьба стала более медленной. Ну, здесь есть несколько объяснений. Здесь есть объективные причины. Но я думаю, что как раз тот план, который был построен, этот бой для Боржерона, Канадская сторона выполняется полностью. Хорошо, сейчас право ударил. Видишь, прошел удар. Соединяй два-три удара, пожалуйста. На, водички. Водички, водички, Коля. Коля, соберись, дорогой мой. 11-й раунд. Надо работать хорошо. Сейчас сделай активность. Левый покажи, правый покидай. Активность надо показать. Ты же, у тебя очень важный бой для тебя. Хорошо? На. Только ни ошибок не делай. Не убавить, не прибавить. Это я о словах Александра Зимина. Очень важный бой для Николая Валуева. Очень важный. Более чем важный. И, разумеется, Валуев должен действовать поактивнее в концовке этого поединка, чтобы произвести на суде впечатление. Все-таки лучше всего запоминаются, судим, последние раунды. Надо быть все-таки поактивнее Валуеву. В который раз я повторяю эти слова, но, как говорится, ничего другого в данной ситуации не скажешь. Надо работать с сериями. Конечно же, Валуеву нужно работать с сериями. Убрать из арсенала эти одиночные удары, которые не всегда достигают цели. А, скажем так, очень редко достигают цели. А работать двоечными. А вот правый проходит у Валуева. Вот так и нужно действовать Николаю в дальнейшем. Почему раньше такие удары он не применял? Только и остается спросить. Ну, еще пару таких атак, и все будет в порядке у Николая. Вот так уже побаивается, побаивается Боржерон. Это уже видно. Но опасаться канадца нужно, потому что он бросается вот таким образом на Валуева. Главное, Николай, не опускать перчатки. Не опускать перчатки. Чтобы не нарваться вот на такой шальной удар Боржерона, который может серьезно потрепать Валуеву. Вот джебы пошли у Валуева. Правый по корпусу. Тоже неплохо. У Николая должен по активисту, когда канадец приживается канатом. Почему он не развивает свой успех? Еще немножко осталось потерпеть Валуеву, и все будет в порядке. Николай берет небольшую передышку. Одна минута остается до окончания 11-го раунда. Одна минута до окончания 11-го раунда. Потом еще 12-й раунд, и дело будет сделано. Надо сделать это дело очень качественно. Боржерон уклоняется, вот находясь в углу ринга. Загнанный в угол канадец не сдается. Что ж, Валуев должен предпринимать более активные действия. Надо действовать сериями. Подвигайся, Николай, подвигайся и поработай как следует. Поактивнее, поактивнее. Других рецептов для победы здесь просто не существует. Уже силы у канадца на исходе. Видно, что устал Боржерон. Но он ничего не поделает, что это профессиональный бокс. И Валуев это не спарринг-партнер какой-нибудь. Это серьезный соперник. В недавнем прошлом чемпион мира, который в полной решимости возвратит себе этот титул. В ближнем бою Валуеву здесь делать нечего. Нужно отходить на дистанцию обратно и вести свой привычный бой. Последние секунды 11-го раунда. Звучит гонг. Итак, 11-й раунд завершен. И впереди нас ждет кульминация этого боя. Об этом я не сомневаюсь. Вот самый яркий эпизод из 11-го раунда, который, когда правый боковой Валуева проходит. А этот джеб Валуева также прошел. Что ж, я думаю, что 11-й раунд как раз остался за Валуевым. И послушаем. Без напряжения покидай. В кучку, в кучу. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Просто покидай. Кусками, кусками. Кусками покидай. Ты видишь, уже защищайся хорошо. Свободнее больше работать. Никакого напряжения у тебя не должно быть. Свободно летят руки. Летят руки. Не бей, а летят руки. Концентрый по 3 минуты. Концентрый по 3 минуты. Аль? Не только кто не хочет. Ни вон вон вон. Окей? Я не хочу. 3 минуты. 3 минуты. И так решающие последние 3 минуты боя между Николаем Валуевым и Жаном Франсуа. Боржероном на ринге немецкого Ольденбурга. Бой, который решает очень многое и для Валуева, и для Боржерона. Но в большей степени для Валуева удары должны лететь. Так говорит Зимин, самому подопечному. И сейчас последние 3 минуты мы слышим, уважаемые телезрители, те, которые наблюдали поединком у своих коллегиодов и кранов. Благодаря каналу Биосад Спорт. Как зал поддерживает боксеров. Я думаю, что большая часть аудитории здесь в Ольденбурге переживает за Николая Валуева. Валуев чувствует эту поддержку и идет вперед. Совершенно по-другому боксирует Валуев в последнем раунде. Он прекрасно понимает, что нужно сейчас его решать в эти минуты, в эти секунды в 12-м раунде. Только сейчас он может добиться этого решающего переместа. Только так он может это сделать, боксируя столь активно и столь целеустремленно. Ну что ж, Николай, не подведи своих поклонников, не подведи своих болезняков. Берджерон тоже прекрасно понимает, что уступать еще некуда и что нужно решать все свои задачи в этом раунде. Что ж, нашла коса на камень или нет? Встреча двух достойнейших боксеров, которые не против продолжить свою победную серию и одержать свою очередную победу на профессальном ринге. Николай Валуев против Жанна Фрукса Берджерона. Кто кого, чья возьмет, Валуев идет вперед, бросает удары, удары у него летят. Точно так, как говорил Александр Зимин после 11-го раунда своему Николаю, своему Коленьке. Аплодисменты на протяжении всего 12-го раунда, до окончания которого, до окончания боя, остается чуть более одной минуты. Что ж, Николай, ты должен показать класс, ты должен показать ему миру, что на ринг вернулся совершенно другой Николай Валуев, полностью изменившийся, который готов вернуть титул чемпиона мира по одной из верхних профессионального бокса, что этот титул никуда от тебя не денется. Для этого ты должен победить Жанна Фрукса Берджерона. 12-й раунд самый решающий. Я думаю, что наконец-то слова Александра Зимина, его нового наставника, дошли наконец-то до ушей Николая Валуева. Он выполняет задание своего тренера, идет вперед и в 12-м раунде смотрится гораздо предпочтительнее. Нет, здесь никакого нокдауна не было. Никакого нокдауна не было. Можно продолжать этот бой. Николай Валуев вновь идет вперед. Не сбавляет темпа. Продолжает носить свои удары. А вот у Берджерона уже нет сил. Но главное Валуеву не терять внимание, концентрации, ни на секунду, не опускать руки, быть предельно внимательным. Итак, последние секунды этого боя. Последняя атака в исполнении Николая Валуева. Целится. Нет, Берджерон действует правильно. Бросается вперед. Приходит клинч. И так звучит гон. Бой между Николаем Валуевым и Жаном Франсуа Берджероном. Здесь на ринге немецкого Огенбурга завершен. И победитель будет объявлен после того, как будут подсчитаны судейские записки. Досрочной победы не получилось. И все мы пребываем в ожидании решения вердикта судей. Кто кого? Николай Валуев или Жан-Франсуа Берджерон. Великолепная концовка этого боя. Двух боксеров, достойных друг друга. На ваших экранах Жан-Франсуа Берджерон. Потребал его немного сегодня Николай Валуев. Но появился ради. Заметим, что и Берджерон сегодня доставил неприятности Николая Валуева. Мы смотрим самые яркие эпизоды 12-го раунда. На таком вот кураже, на таком подъеме провел запчительный отрезок этого поединка Николая Валуев. Видим, как за Валуева переживает его жена и сын Николая Валуева. Все семейство собралось сегодня здесь, в Ольденбурге. Специально прилетели близкие родственники Валуева из Санкт-Петербурга, чтобы поддержать своего папу, своего мужа. Действительно, для Николая Валуева этот бой очень и очень важен. От него зависит, если не все, то очень многое. И вообще, значение этого поединка здесь, в Ольденбурге, для Валуева трудно переоценить. Честно говоря, вот такой Валуев мне нравится гораздо больше, нежели мы которого видели до этого, когда он работал под руководством Манвела Габриеляна. И напомню, что вот все это завершилось тем, что в апреле этого года Валуев проиграл в Кудраке Чедаеву и отдал в Кудраке чемпиона мира. Итак, сын Валуева в руках своего отца. Действительно, трогательная картинка. И не забывайте, уважаемые любители бокса, что в следующий раз мы с вами встречаемся 27 октября, когда вы увидите благодаря каналу Виасад Спорт бой с участием другого российского суперкиажа Александра Поветкина против американца Криса Берда. Это будет через месяц. Не забывайте и не пропустите на канале Виасад Спорт профессиональный бокс высшей пробы. Только с нами вы увидите самые лучшие бои с участием самых сильнейших боксеров. Но сейчас все внимание на ринг немецкого Ольденбурга, где мы через несколько секунд, наверное, уже услышим вердикт. Окончательный вердикт судей. Кто победил Николай Валуев или Жан-Франсуа Берджерон? Сейчас мы увидим, какое решение приняли судьи. Судейские записки подсчитаны. Наберемся немножко терпения и узнаем, кто стал победителем в главном поединке вечера профессионального бокса, который организовала компания Zauerland-Evan. Итак, первый арбитр. Арбитр из Голландии. 118-111 в пользу Николая Валуева. Ну что ж, первый судья отдает победу Валуеву. Второй арбитр был у нас из Бельгии. 117-111. Получается не согласен. Вновь победа Николая Валуева. И третий арбитр из Великобритании. 118-111. Все три для одного парня. Для нового мастера. Для Николая Валуева. Ну а здесь, как говорится, без комментариев. Я думаю, что вы со мной согласитесь, уважаемые любители бокса, что победа Николая Валуева вполне заслуженная. Мы увидели сегодня совершенно другого российского великана, полностью изменившегося. И пусть сегодня он победил не столь убедительно, как хотелось бы нам. Тем не менее, его победа не вызывает вопросов. Николай Валуев одерживает, я не побоюсь этого слова, одну из важнейших побед за свою карьеру, в своей карьере. Мы отдаем должное его сегодняшнему сопернику Жану Франсуа Боржерону, который терпит первое поражение в своей карьере на профессиональном ринге. Тем не менее, Боржерон сегодня держался достойно на протяжении всех 12 раундов. Ну а победитель должен быть один, и сегодня победитель Николай Валуев. Спасибо, Жан-Франсуа Боржерон. Вы сегодня великолепно смотрелись на ринге Ольденбурга. Вас, болельщики, запомнили. Своё имя в историю мирового бокса вы вписали, но, как говорится, извините, подвиньтесь. Сегодня победитель Николай Валуев, и он уже примерил пояс чемпиона мира по версии Североамериканской боксерской ассоциации. Таким образом, вечер профессионального бокса здесь, на ринге немецкого Ольденбурга, подходит к концу. Завершился он заключительным поединком, в котором принимали участие Николай Валуев и Жан-Франсуа Боржерон. Валуев недогласным решением арбитров одержал победу над непобедимым доселе канадцем. Сегодня он потерпел своё первое поражение. Ну, а Николай Валуев, в свою очередь, сделал первый шаг к возвращению в элиту мирового бокса, к возвращению на тот уровень, благодаря которому он сможет вернуть титул чемпиона мира по версии WBA. Новое восхождение для нового Валуева начинается с победы в Ольденбурге.